День работника прокуратуры России. Какие задачи ставят перед собой сотрудники ведомства и кого чествовали в профессиональный праздник, узнала Юлия Савушкина. Пресекать неправосудие, взяточничество и беззаконие. Такие задачи были поставлены при создании Института Российской прокуратуры, а образован он был ровно 302 года назад, 12 января 1722 года, указан Петра I. Подготовка мест для купания в Крещении. Какие вопросы подняли профильные службы на берегу Цны? Во время крещенских купаний возле купели будут дежурить полицейские, врачи и сотрудники МЧС. Сами иордане оборудуют лестницами и стенками, чтобы не случилось беды. Бижутерия как предмет рукоделия. Как создаются авторские броши, дополняющий повседневный образ, расскажет Елена Хромова. Брошь – удивительные украшения, пережившие многие столетия. Сегодня этот аксессуар вновь находится на вершине модного Олимпа, становясь более многогранным в плане материалов и дизайнерских решений. Свой стиль и почерк сложился и у Александра Попова. Здравствуйте! В эфире «Область новостей» в студии Олеся Павлова. 12 января – день работника прокуратуры РФ. По этому случаю в областной прокуратуре чествовали лучших представителей этого института. В церемонии принял участие глава региона Максим Егоров. Подробнее в сюжете нашей съемочной группы. Пресекать неправосудие, взяточничество и беззаконие. Такие задачи были поставлены при создании Института Российской прокуратуры. А образован он был ровно 302 года назад – 12 января 1722 года указом Петра I. И сегодня, спустя более чем три столетия, основным направлением деятельности прокуроров остается защита прав и законности. Пристальное внимание работников прокуратуры региона, по словам прокурора области, обращено на трудовые права, интересы детей и инвалидов, а также на сектор ЖКХ и сферу строительства жилья. Над взорными мерами сопровождаются вопросы здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, соблюдения бюджетного законодательства, законности использования средств при реализации государственного оборонного заказа, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. На защиту конституционных прав граждан направлена деятельность прокуроров на досудебной стадии уголовного судопроизводства, взаимодействии с органами власти, правоохранительными, судебными органами. Нам удается противодействовать тяжким и особо тяжким преступлениям. Труд отличившихся работников прокуратуры в профессиональный праздник отмечают наградами федерального уровня. Это свидетельство подтверждает, Сергей Филатов удостоен того, чтобы его фото разместили на доске почёта. Ныне замначальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области определился с выбором профессии ещё в школьные годы. Окончив профильный институт прокуратуры, Саратовскую академию права, попал по распределению в Тамбовскую область. О достижениях и скромности говорить не хочет, отмечая, что главным принципом остаётся добросовестно работать для развития общего дела. Практически каждый день мы, проводя проверки по заданиям, по поручению Генеральной прокуратуры, разбирая жалобы, обращения к гражданам, сталкиваемся с теми проблемами, которые требуют и какого-то неотложенного оперативного вмешательства и защиты прав. Выезжаем вместе с гражданами на проверки, осматриваем какие-то проблемные объекты, дома, дороги. Поэтому здесь каких-то конкретных случаев, наверное, нельзя выделить. Тут в целом вся работа, она такая непрерывная, насыщенная, поэтому приходится активно и постоянно этим заниматься. У достойной работники прокуратуры и наград правительства области. К поздравлениям присоединился глава региона Максим Егоров. Важнейшая роль прокуратуры – проведение общенадзорных мероприятий. Особое внимание требуют национальные проекты, благодаря которым происходят позитивные перемены в жизни наших людей. Наша общая задача сегодня – обеспечение прав участников специальной военной операции, всемирная помощь членам их семей, взаимодействие с Фондом защитники Отечества. И мы, конечно, обязательно продолжим эту работу вместе. Коллеги, обращаюсь к вам с просьбой продолжать бескомпромиссно реагировать на возможные проявления безразличия, бюрократизма, нарушения законодательства. В этой работе вы наши главные помощники. В числе важных совместных задач, как отметил Максим Егоров, также остается поддержка экономической активности в регионе и защита прав многодетных семей. Окончательно должна быть решена и проблема обманутых дольщиков. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей. В Рассказовском муниципальном округе открыли новый зерноочистительный комплекс. Его мощность – 3600 тонн в сутки. На церемонии открытия побывал глава региона Максим Егоров. С ним отправилась и наша съемочная группа. Бескрайняя снежная гладь полей и новейшие сельхозпредприятия – контраст разительный, но очень благодатный. Здание видно издалека, да и вблизи оно впечатляет. Два огромных ангара для хранения зерновых культур показывают Максиму Егорову, по пути объясняя, планировали сдать в эксплуатацию раньше, но по срокам запуск пришлось сдвинуть вправо. Чуть-чуть подзадержали, чуть-чуть нас подняли подрядчики, но в этом году мы уже летом достроили и запустили. Сельхозпредприятие располагается рядом с селом Липовка Рассказовского округа. Именно тут находятся два зерносушильных комплекса. Они работают круглый год. Новый зерносушильный и зерноочистительный комплекс позволяет обрабатывать самые разные зерновые культуры, в том числе царицу полей, сою. Вот в процессе пуска, наладки, подготовки этого комплекса удалось обработать около 60 тысяч тонн этой культуры. Всего на предприятии трудятся почти две сотни специалистов из Рассказово, соседних сел и даже из Уварово. Средняя зарплата работников почти 34,5 тысячи рублей. Их бесплатно кормят обедами, обеспечивают спецодеждой и привозят до места работы. Они смогли задать интересующих вопросы Максиму Егорову. Дорога, которая идет с Паской, в сторону Пятилетки. Вот эта дорога чистится непостоянно. Слабый контроль за ней. Особенно весной. Не окашивается. Иногда даже невозможно выехать на перекресток. Хотя бы на это внимание обратить. Среди других вопросов главе региона оказался уже традиционный по качеству и доступности питьевой воды в окрестных селах, а также по качеству мобильной связи. Максим Егоров пообещал лично проконтролировать их решения в ближайшее время. Он отметил, что строительство подобных сельхозкомплексов в регионе имеет решающее значение для всего агросектора. В прошлый год у нас самые рекордные урожаи, которые, если мы говорим, конечно же, такие сушильные предприятия нам нужны, хранилища, потому что природа дает свои тоже и капризы, и мы увеличиваем урожай, поэтому появление таких комплексов очень нужно для нашей области. 5,3 миллиона тонн за сезон – таков рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в регионе в 2023 году. Это на 14% выше, чем в 2022-м. Сахарные свеклы собрали 5,7 миллиона тонн, а соя – 450 тысяч, превысив предыдущий урожай почти наполовину. Рост урожайности культур на Тамбовщине – залог продовольственной безопасности нашей области и всей страны в целом. Подобные современные комплексы помогут нарастить показатели в этой сфере. Этой ночью в наш регион прибудут дети из Белгородской области. Около 150 мальчишек и девчонок разместят в Тамбовском артеке, что находится в Инжавинском округе. Ребят ждет краеведческая смена. Как проходит подготовка вожатых и лагеря, увидела Полина Матовникова. Инжавинский район – знаменитый Тамбовский артек. На улице гудит техника, рабочие чистят дорогу. Убирают последствия метели, что прошла накануне вечером по всему региону. А вот внутри тишина. Вожатые сотрудники заканчивают последние приготовления. И кажется, лагерь будто замер в ожидании ребят. Мы будем их встречать лично, показывать комнаты. То есть вожатые будут уже распределять по комнатам и уже готовы списки отрядов. И с дороги, зайдя в комнату, там будут маленькие им сюрпризы. Это сок, фрукты, водичка. То есть с дороги, как говорится, заморить червячка. Вожатыми, воспитателями и просто друзьями для юных белгородцев на 21 день станут студенты педагогического колледжа. Дружная команда уже активно готовится к приему гостей. Заправляет кровати и раскладывает полотенца. Списки их отрядов уже сформированы. Будет шесть команд, примерно по 25 человек. В каждой из них по два вожатых и одному воспитателю. Моя обязанность заключается в том, что я буду смотреть за детьми, оказывать им также поддержку психологическую, будем смотреть за чистотой, помогать детям, также доставлять, скорее всего, досуг помогать вожатым. Ребята не только прибирают комнаты, но и разрабатывают программу сразу на несколько дней. Смена краевеческая и будет посвящена изучению культуры нашей необъятной страны. Особое внимание уделят традициям Тамбовской и Белгородской областей и их взаимосвязи. Ульяна Чернова здесь старшая вожатая. Она одна из самых опытных сотрудников. За плечами шесть смен, включая профильные, в которых отдыхали дети из ЛНР и ДНР. На смене будет очень много гостей, которые будут проводить свои мероприятия, интенсивы для детей. Будет приезжать Державенский университет со своими мастер-классами, например, по 3D-моделированию. Будут приезжать движения первых со своей программой. Мужская часть команды отвечает больше за спортивную составляющую краеведческой смены. Их задача – сформировать соревнования и туристические активности. Так, одна из идей устроит ребятам лыжный поход. Будут организованы малоолимпийские игры, в которые входят соревнования по футболу, наштольному теннису, баскетболу, волейболу и лёгкой атлетики. Разместить 150 белгородских школьников в Тамбовской области было решено после разговора главы региона Максима Егорова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Максим Егоров откликнулся на просьбу коллеги и заверил, что при необходимости Тамбовщина готова принять большее число ребят. Погружение в смену у ребят начнется завтра. Они будут придумывать названия команд, девизы, фишки, а также разрабатывать отрядные уголки. А вот вечером их ждет тематический квест под названием «Сказочный переполох». Дети по легенде попадут в сказочный город Белогорье, где будут проходить испытания, чтобы стать настоящими богатырями. Например, помочь Кащею спрятать иглу или царевне-лягушке достать стрелу. Полина Матовникова, Евгений Михеев, Данил Лычко. Область новостей. В Тамбове началась подготовка мест для купания в Крещении. Совещание по организации купелей прошло прямо на реке ЦНА. Подробности расскажем в следующем сюжете. На пляже Льдорадо на лед выходит специальная комиссия. В преддверии праздника Крещения представители администрации, спецслужбы и правоохранители обследуют места для оборудования купелей. Толщина льда 24 сантиметра. Вода на водоеме достаточно замерзла, чтобы безопасно организовать места для массовых купаний. В соответствии с требованиями безопасности, толщина ледяного покрова на водоеме, где ожидается массовый выход людей на лед, должна быть не менее 12 сантиметров. На Льдорадо планируют прорубить 3-4 купели. Но сначала специалисты проводят забор проб воды на микробиологические и санитарно-гигиенические показатели. Эти пробы отправят в лабораторию, где проведут специальные исследования. По их результатам выдадут протокол качества воды. От методики будет зависеть, какие показатели, как рост в микробиологии покажет. Сначала же сеется на средах. Если будет показано, что идет рост, значит он в дальнейшем будет в автоклавах. Во время крещенских купаний возле купели будут дежурить полицейские, врачи и сотрудники МЧС. Сами иордане оборудуют лестницами и стенками, чтобы не случилось беды. Для удобства тамбовчан, которые захотят окунуться в воду на крещение, в официальных местах купания будет организовано освещение и установлены палатки для переодевания с горячим чаем. Будет организована установка ограждений, будет ограничено движение автотранспорта, будут установлены рамки металлодетекторов и также будут установлены ограждения, которые будут ограничивать движение людей. То есть одни будут идти непосредственно к купели, а другие будут возвращаться по другой стороне обратно. Сами купели начнут прорубать накануне праздника. Также места для погружения в ледяную воду в городском округе город Тамбов оборудуют в Трегуляе, Периксе и Бокино. Олеся Павлова, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей. 13 января день российской печати. Сегодня в нашем регионе издают несколько десятков печатных изданий, и только одно из них в областном центре. Газета «Наш город Тамбов» 17-й раз подряд стала обладательницей знака отличия первой степени и вошла в золотой фонд прессы. Как говорят коллеги, для печатных СМИ это своеобразный ГОСТ, который показывает уровень профессионализма всего коллектива. О том, как и чем живет единственная печатная газета Тамбова, расскажет Дмитрий Шапкин. Газета «Наш город Тамбов» наверное с недавних пор единственное печатное издание нашего областного центра. И это газета совершенно нового, другого формата. Газета, в которой работают люди, совершенно неравнодушные к судьбам, к интересам, к жизни нашего города, которые сами живут этим городом. Поэтому читать эту газету, наверное, интересно и взрослым, и совсем юным читателям. Если театр начинается с вешалки, то газета с планерки. А если говорить серьезно, то именно так начинается каждый понедельник издания. Мозговой штурм, в котором участвует весь коллектив, это возможность проанализировать то, что уже сделано, провести работу над ошибками, если они есть, и что-то усовершенствовать в плане верстки и новых форматов подачи материала. Мыслей у коллег, как всегда, масса. И что-то интересное и оригинальное удается привнести всегда. Кстати, в этом активно помогают и сами читатели. Один из них регулярно приходит к девушкам в гости и делится интересными темами для будущих материалов. Я житель города Тамбова, как говорится. То увидел, то услышал, как говорится. И, в общем, вот прихожу. Здравствуйте, девушки. Но они все помоложены меня, как говорится. Я вроде как их, в общем, это... Про то скажешь, про то. Что-то меня волнует. Про то. Вот, ну, можно сказать, как и тема для беседы, для разговора. Газета начала издаваться в 2001 году. И в редакции есть журналист, ровесник издания. София Сиротенко – студентка, которой и в теории, и на практике осваивает мастерство печатного журналиста. Сюда пришла несколько лет назад, а потом поняла – это ее профессия. Я на пятом курсе. Я сейчас дописываю диплом и в процессе параллельно работаю. Я понимаю, что за все это время я бы, наверное, все-таки не сменила профессию. Я бы никуда не ушла. Она затягивает, она интересная. Юлию Буковскую знают не только коллеги-журналисты, но и волонтеры со всего региона. Она не только пишет материалы в газету, но и является администратором группы в соцсетях «Все свои». Постоянно собирает гуманитарный груз для наших бойцов, который затем сама же и отвозит на передовую. Юля – журналист, который бывал за ленточкой чаще всех своих коллег в регионе. Как бы мы много не говорили о том, что не рассказывали о том, что там город чистят, убирают, что школа, сады строятся, для меня все равно леет мотив, все равно главные красные нити все равно проходят тем специальной военной операции. Ее коллегой – боевая подруга Анна Мещерская, заместитель главного редактора. А еще Аня тоже в числе волонтеров, которые помогают нашим бойцам и словом, и делом. Она тот человек, который следит за трендами в печати и все время старается что-то улучшить в газете. Мы для себя определили два года назад, что мы хотим быть не просто зрителями тех событий, которые происходят в городе, которые происходят с людьми, мы хотим стать участниками этих событий. И помимо того, что мы просто пишем новости, репортажи, аналитику и так далее, мы решили действовать более комплексно, разработали ряд проектов. Например, проект «Женское дело» говорит о тамбовчанках, которые реализуют себя в неженских образах. «Город и люди» – история старого тамбова через воспоминания его жителей. Рубрика «Наша в городе» рассказывает о том, как сложились судьбы успешных тамбовчан. Это лишь часть того, чем занимаются в газете. Кстати, совсем недавно вместе с печатным изданием новости начали выходить и на сайте издания. Конечно, газета уже не может соревноваться в оперативности с такими средствами массовой информации, с такими способами подачи информации. В результате, для того, чтобы идти в ногу со временем, чтобы сочетать вещи аналитические, материалы, в которых мы рассказываем о людях, мы должны подавать информацию оперативную, мы должны создавать новости, которые будут, скажем так, держать людей в курсе того, что происходит в городе. Живые материалы, яркий и образный язык, острая подача не менее острых тем – все это визитная карточка газеты «Наш город Тамбов». Свой 20-летний юбилей издание отметило два года назад. У коллектива есть свой костяк профессионалов своего дела. Тех неравнодушных журналистов, которые буквально горят на работе, чтобы жители областного центра всегда были в курсе дел в родном городе, знали его прошлое и настоящее и гордились тем, что «Наш город Тамбов». Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев. Область новостей. Тиффани фьюзинг или их дуэт. Все это техники создания витражей, которые помогают супружеской паре из областного центра изготавливать необычные изделия из стекла. Ни одно украшение или витраж, созданный в Тамбовской мастерской, не похоже на другие. Развиваясь, этот семейный бизнес становится еще более уникальным. Обо всем по порядку расскажет Юлия Сабушкина. Броши, серьги, подвески, декоративные панно и витражи – все эти изделия плоды ручной работы тамбовских мастеров. Только присмотревшись, можно заметить, что в основе этих произведений хрупкое стекло. Это наша основная палитра стекла, с которой мы работаем. Стекло имеет разнообразные оттенки, текстуры. Каждый лист стекла уникален. Для того, чтобы начать изготавливать какое-то изделие, мы подбираем необходимый нам кусочек и продолжаем работу. Главный этап, первый этап работы – нам нужно отрезать кусочек стекла при помощи основного нашего инструмента – это стеклорез. После кропотливая ювелирная работа хрупкие, порой очень мелкие кусочки стекла обтачиваются на специальных шлифовальных станках. Это основа техники создания витражей Тиффани. Услышав о ней впервые, супруги Егоровы уже не смогли расстаться со стеклорезами. Прошли обучение у столичных художников и вот уже почти 10 лет развивают уникальный для Тамбова бизнес, покоряя всё больше сердец ценителей ручной работы. 80% – это, наверное, девушки, женщины, которые любят необычные украшения, для которых ювелирка, скажем так, немного попсовая. И они хотят выделиться и показать своим украшениям какие-то свои определенные черты характера. Да, потому что мы по индивидуальным эскизам тоже выполняем изделия. И часто клиент приходит с определенным запросом. Бывает, хотят запечатлеть какого-то любимого питомца своего. То есть мы делаем украшения в виде кошечек, собачек или какие-то цветы любимые. За последние годы семейный бизнес заметно вырос. Теперь команда – это четыре мастера, готовых осваивать новые техники, масса идей и широкий ассортимент изделий. Объёмы производства мастерской только в ушедшем году выросли на 40%. Своё дело сделал спрос на новогодние игрушки. В преддверии праздников только для одной из крупных компаний мастера изготовили свыше 400 таких перламутровых ёлочек. Кстати, создана игрушка в технике «фьюзинг». Дословно переводится как «спекание». Позволяет творить чудеса даже с обычной стеклянной бутылкой. В эту печь бутылка закладывается и можно придавать ей иногда определённую форму. В данном случае мы просто сделаем плоскую бутылку и потом покажем вам, что получится. То есть закрывая печь и запуская наш процесс приблизительно на сутки, через 24 часа мы увидим, что получилось. Запуская муфельную печь, важно следить не только за температурой. Она порой доходит до 800 градусов, но и, так сказать, проявлять выдержку. Есть те температуры, на которых стекло необходимо выдержать определённое количество времени, чтобы оно не растрескалось, чтобы оно осталось глянцевым, чтобы оно в итоге было красивым и изделие понравилось. Потому что если просто нагреть и охладить, то стекло, скорее всего, лопнет. Если все нюансы учтены, на свет появляется необычный аксессуар для сервировки и украшения стола. Такие изделия пользуются спросом в качестве подарков на мужские праздники. А ещё эта разработка хороша в развитии ресайклинга, то есть переработки, которой здесь намерены заниматься всё плотнее. Ещё одно новое перспективное направление в витражном бизнесе – мастер-классы. – Каждый желающий, да, может прийти и… – Любой человек может прийти и сделать, что, как бы, ну, мы… У нас есть несколько вариантов, которые можно делать. И витражное панно под силу любому, даже ребёнку. – От 5-6 лет, наверное, у нас приходили детки. Мы делали с ним ёлочные игрушки. Всё под силу, всё достаточно безопасно, даже несмотря на то, что это стекло. Так что, в принципе, никаких навыков особых не нужно. Михаил и Наталья Егоровы были первыми в Тамбове и одними из первых в России мастерами, готовыми радовать покупателей уникальными вещицами из стекла. Сегодня тамбовские изделия можно встретить на крупных онлайн-площадках, и ими интересуются ценители красоты по всей стране. Впрочем, предприниматели не намерены останавливаться и готовы делиться опытом. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей. Мужская команда волейбольного клуба «Тамбов» впервые принимает соперников в рамках домашнего тура. На паркете спортивно-тренировочного центра первую игру в этом году тамбовские волейболисты провели с командой «Саратовского энергетика». Кто одержал победу, расскажем в нашем репортаже. Встреча двух команд проходит в рамках очередного тура Первой лиги чемпионата России – чемпионата ЦФО. Мужская команда ВК «Тамбов» выступает в группе «А». Это заключительный пятый тур перед стадией плей-офф. Сезон 2023-2024 – дебютный для тамбовских волейболистов. Готовиться к нему начали еще летом. Тренировочный и игровой процесс у нас все проходит по расписанию. Никаких сбоев у нас нет. Все настроены только на победу. Есть лидеры в команде. Лидеры не только на площадке, но и за ее пределами. Поэтому внутренний коллектив и внутренняя атмосфера очень хорошая в нашей команде. С саратовским энергетиком тамбовские волейболисты встречаются не первый раз. Уже были две предварительные игры, в которых ВК «Тамбов» одержал победу. В этом матче с первых минут тамбовчане и саратовцы играют очко в очко. Однако уже по итогу первой партии «Тамбов» обыгрывает соперника. Сложный момент возникает, когда сами начинаем нервничать. То есть, когда равный счет, сильный соперник уже. То есть, выходит на первый план как раз психологическая составляющая в спорте. То есть, у кого более уверен в своих действиях, тот и, в принципе, побежит в волейболе, когда игра на концовку переходит. Наша команда, в принципе, претендует на самые высокие места. Перед нами стоит такая задача. Поэтому мы в каждом матче идем на победу. У нас нет другого варианта набрать два очка или просто проиграть. То есть, мы всегда идем на победу в любом матче. Чемпионат для тамбовской команды проходит более чем успешно. По итогам этой игры наши волейболисты одержали победу с общим счетом 3-0. Впереди у спортсменов еще несколько игр с командами из Липецка, Белгорода и Саратова. А дальше – 1-4 финала плей-офф. Олеся Павлова, Михаил Мальцев, Рамазан Уржмагомедов. Область новостей. Брошь – это не только ювелирное и бижутерное изделие, но и аксессуар для воплощения творческих способностей. Именно так и происходит у Александры Поповой. Благодаря своей фантазии и воображению, она может воплотить задуманное в изделие, которое подчеркнет индивидуальность любого человека. Как создаются авторские броши, дополняющие повседневный образ, расскажет Елена Хромова. Брошь – удивительное украшение, пережившее многие столетия. Сегодня этот аксессуар вновь находится на вершине модного Олимпа, становясь более многогранным в плане материалов и дизайнерских решений. Свой стиль и почерк сложился и у Александры Поповой. С детства у Александры был пример перед глазами. Ее мама. Она занималась вышивкой и вязанием. Поначалу девушка не верила в свои силы, пока не увидела авторскую брошь. Купить возможности не было. Решила сделать своими руками. Из всех видов вышивки она выбрала гладь. Лично для меня эта техника, наоборот, имеет больше преимущества, чем вышивка крестиком. Потому что, как вам кажется, что, например, для вас может быть виден какой-то пробел, а для меня это преимущество, потому что каждая работа может получиться уникальной. Со временем Александра поняла, что творческие задатки есть в каждом человеке. Главное – суметь их рассмотреть. Ее броши выполнены в комбинированной технике. В каждом образе есть пластика, в каждом цвете прозрачность. Для нее это хобби, на которое она готова тратить свободное время. Вышивку я делаю с помощью ниток малине. Можно делать с помощью шерстяных или хлопковых. В зависимости от того, какой плоскости работы вы хотите добиться. Каждая брошь состоит из множества бисерин, окантовок, стежков. В процессе работы их количество и размеры могут видоизменяться. Но все начинается с эскиза на бумаге, после чего Александр переносит его на фетр. Главное – сделать точный контур. И это уже 50% успеха. Вышивка гладью имеет место быть сама, без всяких улучшений. Но, как по мне, прибавка бисера либо каких-то расшитий добавляет ей больший блеск и делает ее уникальной. Помимо броши, Александр плетет украшение из бисера. Он может быть не только материалом для простых поделок, но и неиссякаемым источником вдохновения. Задумок для экспериментов много. Ей нравится работать с цветом и разнофактурными бусинами. Остается дело за малым – найти время. Ведь творчество не терпит спешки. Оно должно доставлять удовольствие сначала от процесса, а затем и от готового изделия. Честно, я создавала это, чтобы люди смогли увидеть, что создают люди своими руками. То есть, возможно, даже подогреть интерес к рукоделию какому-либо. Даже не факт того, что интерес к моим именно работам, к работам вообще людей, что, я не знаю, мы, возможно, не обесценивали ручной труд или что-то такое, а уже в последующем реализация своих планов, своих идей. Каждая работа Александры индивидуальна и неповторима. А главное – такой аксессуар будет выполнен только в единственном экземпляре. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Данил Лычко. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова